Теперь смотрите, вы заболели злокачественной опухолью, что делать? Я исследовал эту тему очень серьезно. Есть вещи, которые помогают. Вот, например, если вы поститесь одновременно и очень много двигаетесь, то опухоль может сгореть. Особенно доброкачественные легко так уничтожаются. Если у вас доброкачественная опухоль, вы просто, ну, допустим, с утра не кушаете, поститесь и бегаете, двигаетесь. Да, человек не ест и двигается, у него начинается вот этот обмен веществ на сжигание ненужного в организме. Понятно, да, система? Но если у вас злокачественная опухоль и уже большая, знайте, что вы этим способом не победите судьбу. Ее надо просто вырезать. И поэтому классические методы лечения, такие как цитостатики, облучение и операции, являются самым гарантированным способом пожить дольше. Я знаю много методов «помоги себе сам», много книжек. Все люди, большинство людей, которые этим пользуются, просто теряют время. Это мой опыт врача многолетний. Я сам пытался лечить злокачественную опухоль. Поверьте мне, что самый лучший способ – это все-таки вырезать эту болезнь. Потому что это агрессия внутри тела. Самый лучший способ – ее убить. И как можно быстрее. Нет субстрата – дух злой выходит из организма. Он не может дальше в организме жить. Ему нужно место, где жить. Нет места – нет жизни. Вырезали – избавились. А дальше – здоровый образ жизни. Почему опухоль возникла? Потому что каналы забиты тонкие. Означает мясо бросаем есть, курить бросаем, пить бросаем, начинаем двигаться как можно больше, бег, пост. До свидания, злокачественная опухоль. Понятно, да, система? Но сначала ее надо победить в организме. Самое опасное – это худеть. Если человек начинает худеть, значит, он уже теряет возможность победить опухоль. Надо, если человек двигается достаточно, у него много движения, то у него пища будет усваиваться хорошо, и он не будет худеть. Худеет человек от гиподинамии. Когда опухоль плюс гиподинамия, человек теряет возможность жить постепенно. Если уж говорить о других методах лечения, то надо знать, что самым лучшим лечением является просто природа. Я вам уже говорил. Также следует знать, что разные виды пищи тоже имеют очень большое значение, и они обладают лечебной силой. Вот, допустим, если у вас депрессия, надо есть фрукты и сухофрукты, и мед по утрам. Это лечит депрессию. Потому что депрессия означает, что энергия вниз идет у человека, а фрукты поднимают ее вверх. То есть, если говорить о лечении, есть такое понятие, как рассаяны в аюрведе. Это тоже сладкое. Вот вы берете, как там какая-то сладкая смесь. Там есть, допустим, чернослив, какие-то сладкие корни, типа солодки там. И другие, мед, все, что дает сладкий вкус. И вся эта рассаяна, она вся сладкая. И эти рассаяны тоже лечат депрессию. То есть, если у вас слабость, депрессия в организме, то помогает сладкий вкус. Нужно есть то, что сладкое. И это именно фрукты, не сахар там, а именно фруктовая сладость. Есть, допустим, морковь. Это корень. А надо фрукты, понимаете? Сладкие фрукты есть по утрам. И депрессия, до свидания. Если у вас кожные болезни, диабет, допустим, нарушение обмена веществ, знайте, что самый лучший способ вылечить все заболевания, которые связаны с нарушением обменом веществ, все, это одного. Это зелень, листья. Шпинат, салат, листья шпината, салата, салата. У нас вообще нет рецептов. Вы знаете, что зелень можно тушить? Есть тушеная зелень, и это очень полезная пища. Фактически, это самая полезная пища на Земле. Потому что зеленая пища, вот, допустим, у вас начинается сахарный диабет. Если вы начинаете есть одну зелень, вы вылечитесь сами от сахарного диабета, больше ничего делать не надо. Даже если это инсулинозависимый первый тип. Просто одну зелень едите, и все. И диабет, до свидания. Кожные болезни. Делайте как можно больше зеленой пищи в рационе. Нейрогермит, цариаз, экземы. Все проходит. Потому что эта пища, она балансирует все нарушения энергии в организме. Понятно, да? Если вы чувствуете, что у вас нет сил, просто слабость в организме. Вы говорите, а витаминоз? Нет, это не хватает праны. Самое большое количество праны в продуктах, которые в молодости больше всего праны. Возьмите маленького ребенка, он пухленький такой, щекастенький. Это означает много праны. Его хочется поцеловать в попу, да? Бабушку уже в попу никто не целует, потому что мало праны. Она не пухленькая, не щекастенькая. Вот. Поэтому точно так же проросшие зерна. Они пухленькие, щекастенькие. Они дают силу человеку жить. Поэтому проросшие зерна нужны для тех, у кого слабость. После операционный период нет сил жить. Слабость в теле. Ничего не усваивается, не переваривается. Значит, проросшие зерна. Как их есть? Можно в салате, можно в сырую. Можно варить их даже, если вы так не можете их есть. Но они в любом случае дадут вам силы жить. Услышали? Есть особый вид проросших зерен. Люди не знают, как это делать. Но если у человека не хватает работоспособности, у него нет сил работать. Он говорит, я работать не могу. У меня устаю от работы. Берете пшеницу, проращиваете ее просто где угодно. И она прямо из зерна вырастает вот до такого размера. Легко. И дальше срезаете верх, низ оставляете. В блендере вместе с водой. Получается такой зеленый сок такой. Сладковатый на вкус. И как бы с ощущением частичек вот этих вот тканей, волокон. Пейте этот сок, не бойтесь. Ничего плохого не будет. Вы получите очень сильную бодрость. Если вы каждый день будете его пить, вы будете бодрячком. Потому что это дает работоспособность. Такая зелень. Запомните, что самая полезная пища, это не жареная пища и не вареная. Самая полезная пища, это пища печеная в духовке с маслом. Она дает человеку хорошее пищеварение. И эта пища нужна тем, у кого ослаблено пищеварение. Ничего не переваривается. Надо все запекать в духовке. И запекать не так, чтобы все превращалось в кашу. А запекать до полусырого вида. Но промасливать хорошо. И когда вот эти все овощи или фрукты запеченные до полусырого вида промасленные, они дают очень хорошее пищеварение. А если вам жарко постоянно жить, и вы как бы из-за этого ничего не переварите, что очень жарко, вам надо тогда пищу готовить на пару. Вода, когда подогревает пищу, и на воде все готовится, то пища сохраняет все свои полезные свойства. Она сохраняет праму. Но если вам жареного захотелось, то тоже нормально. Но я вам сейчас научу, как надо жарить. Пища должна жариться быстро. И она жарится просто в масле. Наливаете много масла, берете любой продукт, туда окунаете, в это масло. Оно там кипит и вытаскиваете. Пускай там он будет полусырой. Эта пища тоже полезна. Но если она покрывается корочкой, то есть пережаривается, она становится вредной уже. Специи, которые бросаются в начале еды, идут во вкус. Допустим, пища невкусная, говорит, мне ничего невкусно. Тогда пищи, специи надо бросать в начале. А если вы хотите, чтобы специи вам дали силы жить, тогда в конце. Если вам нужна сила от специй, хорошее пищеварение, хороший аппетит, тогда в конце пищи надо их бросать. Все эти жареную, пареную пищу, все это надо есть только в обед. Вечером должна быть просто, как бы, вареная пища, пресная, если вы хотите покушать. Нельзя зерно вечером есть. Гречка это не зерно. Зерно и бобовое, чечевица это бобовое. Нельзя есть вечером эту пищу, она плохо переваривается. Мясо есть вообще нельзя. Это вредная для здоровья пища. Китайцы провели многомиллионное исследование. Много миллионов людей участвовало в исследовании. Это исследование длилось много лет. Написали серьезную диссертацию, которая поразила весь научный мир. В ней доказывается, что мясная пища главный канцероген. Все виды рака возникают из-за употребления мяса. Потому что мясо больше всего, быстрее всего забивает психические каналы тела. Это проклятие животного, понимаете? Мы едим тех, кого убили. Жестоко убили. Из-за этого мы проклятые становимся. Из-за этого тонкие каналы забиваются. Это все равно, что как ненавидеть человек. Ненависть рождает рак, а также мясо. Почему? Потому что мы таким образом ненавидим животных, употребляя в пищу их мясо. Если бы мы видели весь процесс, кто из вас согласится посмотреть на кролика, которого замочат на вас на глазах, потом зажарят и вам подадут. Согласны? Нет. Значит, мы закрываем глаза на правду. Просто и все. Закрываем глаза на правду. Это честно. А вот этот весь процесс. Вы знаете, как в древности мясо ели? Есть люди, которые хотят мясо по-любому. И в ведах описан процесс, как можно мясо есть. Допустим, человек решил зарезать козла. Он должен совершить ритуал освящения пищи. И он, когда освящает пищу, для того, чтобы Бог принял эту пищу, ему нужно козлу сказать на ухо. На санскрите они это делают. В этой жизни я тебя убиваю, в следующей ты меня. Согласны? Если согласны, можете смело есть мясо. А если не согласны, надо смело заканчивать. Эта пища никогда никому не приносила здоровье. Просто есть три вида веществ, приковывающих человека к телесному счастью. И вы не сможете оторваться от одного из них, пока святыми не станете. От двух из них вы сможете оторваться легко. Если человек хочет разжигать в себе телесное счастье и не стремиться к душе, то для этого существует вино. Вино разжигает страсть в человеке, желание плоти. Это описано в ведах. Второй вид приближения к плоти и отделения от души является потребление мяса. Когда человек ест, это грубое наслаждение чужой плотью или стремление к тому, чтобы себя считать телом, не душой. И третий тип стремления к плоти только святые люди могут себе позволить не пользоваться им. Это секс. И не нужно бояться этого третьего. Нужно больше думать о самосовершенствии. Придет время, и вам, и жене не надо будет. Вы будете любить чисто друг друга. Но пока надо, значит надо. И кроме того, это надо для рождения детей еще. Так же это следует знать. Для Бога это надо уже. Я сегодня вам слишком много сказал уже. Субтитры создавал DimaTorzok